Я думаю, что легче просто ориентироваться на какие-то те реалии, с которыми мы имеем дело в обычной жизни. Те взаимодействия, которые конкретно заставляют себя чувствовать неестественным, ненормальным, чувствовать себя ограниченным. Вот это то, что причиняет какое-то страдание. Что такое освобождение? Это не от каких-то освобождений, просто от мокши. Освобождение от реальных страданий в отношениях, в взаимодействиях. Мокша – это вполне понятная вещь. То есть это мокша не противоречит ситхам совершенству. Потому что некоторые объясняют мокшу, что просто ушел из этого мира и все. Когда нам очень хреново, когда нас все достало. Да, вот хреново. Ну, конечно, это да, такое эмоциональное чувство. Хочется, так сказать, забыть весь этот… Все бесполезное вообще. Что связано с нашей жизнью. Где-то, может быть, в глубине мы понимаем, что что-то не так. А что сложно сформулировать. И что-то хочет вырваться из всего. Все, это не абстракция. Многие, начитавшись в всяких философских книжках, думают, да, о, мокша. Некоторые говорят, цель достичь мокши. Пишите, цель мокши достичь. Тьяны, расслабление, медитации глубокой. Испавиться от страданий. Сразу. Но при этом, как бы, люди могут это все очень красиво излагать. То есть, они могут там санскритскими терминами все это заворачивать. Просто это вот как… Ну, просто человек-лектор, да, и все. Он может рассказать теоретическую часть. Но оно непонятно. То есть, нафига это мокша вообще? Ни к селу, ни к городу. Что мне дает эта мокша? Ну, так люди мыслят. Многие так мыслят, но они как бы не хотят это говорить. Вот. И на самом деле у людей много всяких сомнений бывает в голове. И не только. И на тему мокши, и на тему асан. Вот. Что асаны, почему ситхи не дают? Вот. У разных людей разные вопросы возникают. Нет, это все очень прикладное. Это не какие-то абстракции. Ну, конечно, если вы чувствуете какую-то вечность там, да, а как бы короткое, хочется все успеть, ну, тогда постоянно нужно погружаться в оставление. Нужно просто непрерывно оставлять, оставлять, оставлять все. Если вы чувствуете, что конкретно вы замкнуты в такой томогонной ограниченной среде, но я не про вас конкретно говорю, я в целом, то надо честно себе говорить, что да, я зависим. Я зависим от материального, я зависим от своих страстей, от своих эмоций, да, я хочу там власть, да, я хочу славы, да, я хочу там того-того-того. Надо честно себе сказать, вот, потому что намного хуже, когда мы говорим себе, что не-не-не, у меня этого нет. Ну, я уже йог там. Хорошо, да. Да, вот потому они все и говорят, учителя, open your heart, любовь-то. Какая любовь-то, они друг другу там просто рубят, про любовь говорят. То есть нет, потому они не говорят там про всякие амнаи в тантрах, потому что там есть тантра, которая позволяет реализовывать желания, потому что, ну, как бы нет этих желаний у всех. Ну, все чистые светлые. Ну, такой просто, это, товарный вид вот сделали для того, чтобы, ну, и, как бы, когда ты призываешь людей к чистоте и свету, ну, что это, ну, просто безобидные какие-то сумасброды. И заработать можно больше всегда. Да, и, да, кстати, да, вот на аштанга виньясе можно намного больше заработать. То есть это реально востребовано, это физическая такая, то есть быстро ощущаешь, там, вставила, как, ну, практика, ну, вот это настоящее. Ну, вот так это все воспринимается, на таком уровне. А что там? В целом-то человек тот же. В сущности он такой же существенный остался. Ничего не принялся. Менталитет тоже. Есть путь прямой, да, есть путь по спирали. Есть путь вглубь. Есть путь вширь. Если ты идешь вглубь, ты понимаешь, что ты пристигаешь атман, который везде, да, что нет ни верха, ни низа. Говорю, что сам ученик, сам по себе человек, он не знает вообще. Он может не знать, он может думать, что он идет по спирали. А на самом деле он просто по кругу идет. Может казаться. Просто круг такой большой, что ты уже забыл, где-то там это было. Если в системе координат только один человек, то понятно, что он, наверное, будет по кругу ходить. А нужно себя сверять. Сверка это подразумевает, что ты... Даже просто, ну, если не гуру, да, вот там вас корректируют, мы все равно себя постоянно сверяем. Ну, то есть, если я буду там ходить по улице, в экстазе, в России, да, в такой одежде буду ходить, вот такой вот, вот это мое индивидуальное, и оно там замечательное. Можно нарваться на какие-нибудь там, вас быстро откорректируют. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!